Я получаю, я получаю сообщение. Сейчас я общаюсь с несколькими силами. Он сказал, вместо этого они видят младенцев с содранной кожей, матерей с отрезанными руками и людей, сожженных до смерти. Не поступает вода и нет света. Израиль совершил военное преступление, отключив электричество. Интернет работает с перебоями. Они не знают, живы или мертвы их семьи. Ассаламу алейкум, сестра Лоурен Бут. Спасибо, что приняли нас. Мы переживаем очень трудные времена, как Умма. Мы видим это в Палестине. Наши братья и сестры перемещены из своих домов. Умирают дети, запасы пищи, вода и электричество не поступает. Они не знают, что делать. Как журналист, вы много раз оказывались среди этих людей. У вас была возможность посмотреть на события с обеих сторон. В СМИ много обсуждений по этому поводу. Но можете ли вы рассказать нам, что на самом деле происходит там сейчас? То, что происходит сейчас, это игра, в которую играют палестинцы, особенно в Газе. Уже привыкли. Не за 50 месяцев. Не за 50 недель. 50 лет. Это конфликт не десятидневной давности. Это не две недели. Это началось не неделю назад. Это та фраза, которую я здесь выхватываю. Это долгая, затяжная эпоха боли для палестинского народа, где их ресурсы, их земля была украдена преднамеренно и злонамеренно сионистами и сионизмом. И это этично, неэтично, должна я сказать, способ доминирования над популяцией. Так что это не новая вещь. «Знаете, вчера вечером я разговаривала со своим другом Ясыхом. И он находится в городе Газа, да защитит его Аллах, защитит его семью и всех наших братьев и сестер Анин. И я спросила, где ты? Он сказал, мы возле нашего дома. И я сказала, как поживают мальчики. У него двое маленьких сыновей. Он сказал, сестра в Аллахе, они борются, они еще совсем малыши, они всего лишь малыши и меньше десяти лет. Он сказал, и когда я смотрю на них, я думаю, что они должны делать домашние задания, или играть на пляже, или ходить на карусели. Ну, знаете, толкаться на детской площадке, веселиться. Но вместо этого они видят младенцев с содранной кожей, и матерей с отрезанными руками, и людей, сожженных до смерти. Как это детство? Я хочу, чтобы вы на секунду представили себе это. Вода не поступает, верно? Сейчас они делают глоток за глотком. О, я сделал свои три глотка за день. Я выпил свою чашку воды на сегодня. Это... это все. А потом нет света. Израиль совершил военное преступление, отключив электричество. Интернет работает с перебоями, они не знают, живы или мертвы их семьи. А потом им говорят выходить из домов. Я знаю, что вчера вечером были семьи, которые спали на улице, даже когда происходили взрывы. Субханаллах. А получаете ли вы сообщения от наших братьев и сестер в Палестине прямо сейчас? Да, сообщения. Я получаю. Я получаю сообщения. Сейчас я общаюсь с несколькими семьями. И эти слова такие. Молитесь за нас. Возможно, это мой последний день. Мохаммед Азура. У него нет ног уже после израильской ракетной атаки 10 лет назад. Он баскетболист, профессиональный баскетболист в инвалидном кресле. Он сказал, возможно, это наш последний день. Помолитесь за нас. Родители на улице говорят, что они расклеивают листовки по нашим домам. Мы не собираемся уходить. А потом у меня есть другие друзья, которые пытаются сказать, как вы поживаете, как ваше моральное состояние. Все ли у тебя в порядке? И этот валахи. Это то, что меня ломает. Это то, что меня ломает, потому что они просят, чтобы у них... У них достаточно сильный иман, чтобы сказать, с вами все в порядке. Я сижу здесь, в Стамбуле, в роскошном состоянии. Но их иман заботится об уме. Заботимся ли мы, как ум, о них? Многие люди на Западе, включая знаменитостей, такие как Джастин Бибер, разместили сообщения в поддержку Израиля. Есть также люди, которые говорят, Хамас массово уничтожает мирных жителей. И именно поэтому Израиль атакует. Это самооборона. Можно ли на это посмотреть так? Можно ли так оправдать эти бомбардировки газа? Джастин Бибер и подобные ему люди, чшшш, молчите, не открывайте рот, даже не произносите слово Палестина. Но вы не можете. Это слово покинет их уста, потому что они не понимают ситуации. Вы знаете, любой, кто не изучал, кто такой народ Палестины в своей борьбе, вы не имеете права даже комментировать о том, что сейчас происходит. Потому что вы не имеете ни малейшего представления о той боли, через которую пришлось пройти людям. Субханаллах. Для знаменитостей, которые не знают этого изнутри и снаружи, людям в пабах, людям на западе. Вы знаете, разговаривать через интернет с троллями... Чшшш, сейчас не ваше время, ведите себя тихо. Если я... Если я приду в ваш дом, а у зубилах. Если я приду в твой дом, побью твою жену, убью ваших детей, выгоню вас из вашего дома, а спустя годы вы выбиваете дверь и пытаетесь попасть домой. И вы оказываетесь в доме со словами «Это мой дом». Кто и что здесь защищает? Идеала самообороны не существует. Когда вы сидите на корточках на чужой земле, когда вы намеренно и постоянно убиваете людей и лишаете их прав человека, это не самооборона. Это то, чего они хотели все это время. Нетаньяху стоял всего пару недель назад в Европейском Союзе или в Организации Объединенных Наций. Нетаньяху выступил в Организации Объединенных Наций всего пару недель назад с картой, которая полностью стерлась. Любое палестинское присутствие вообще. Это их оправдание, чтобы осуществить это. Но у них все равно был план. Вот что. Вот что они хотели сделать. Если вы видите отвратительные слова, исходящие из израильских средств массовой информации, от своих сионистских политиков и от так называемых сторонников Израиля, вы увидите. Уничтожить палестинцев. Убейте их детей, заберите их землю, заставьте их страдать, вытолкните их в Египет. Их программа действий очень-очень ясна. Это не самооборона. Это этническая чистка, это депопуляция. Знаете, как человеческое существо мы подвержены влиянию, даже если мы видим, как кому-то ломают руки. Так как же Израиль может быть таким безжалостным, таким жестоким? Что за образ мышления эти угнетатели имели, совершая эти ужасные действия? Что происходит в их голове? Каков их образ мыслей? Это действительно хороший вопрос. Если вы можете посмотреть на кого-то, на то, что кому-то больно, и не испытывать к этому человеку никаких чувств, это называется дегуманизацией. И произошел процесс дегуманизации с самого начала создания сионистского государства в 1948 году, когда было объявлено. Они всегда ссылались в своих пространствах к палестинцам и арабам в целом, между прочим, как двуногий скот. Верно. Это из их собственных источников, как животные, которых нужно пасти здесь и пасти там. У них нет понятия о нашем народе, мусульманах, арабах и палестинцах, как о настоящих людях. Это очень-очень опасно. И это один из маркеров надвигающегося геноцида. Существует известный список, в котором приведены 10 шагов к геноциду. И одним из последних является полная дегуманизация другого. Поэтому они не воспринимают палестинских детей, как детей. Они видят в них сторонников Хамаса. Я никогда не видела, чтобы шестимесячные дети голосовали на выборах. И, кстати, раз уж мы об этом заговорили, можем ли мы обратиться кое к чему? Вы, должно быть, слышали? Газу называли открытой тюрьмой. Да, вы правильно слышали. Это не так. Это концлагерь. Правильно. Давайте начнем использовать термины. Мы не возражаем против того, что другому не нравятся эти термины. Мы должны использовать то, что является точным. Могу я просто описать, почему Газа – это концлагерь? Потому что это очень важно. Давайте сначала поговорим о тюрьме. Тюрьма – это место, куда попадают преступники. Поэтому, как только вы говорите о тюрьме, это выглядит так. Ах да, палестинские преступники. Все они находятся в этой тюрьме под названием Газа. Нет мужчин, женщин и детей. Не совершившие никаких преступлений, не являются заключенными. Согласен. Они не могут быть заключены в тюрьму государством. Хорошо. Во-вторых, в тюрьме тот, кто контролирует тюрьму, должен давать трехразовое питание. У них есть права на медицинское обслуживание. Они должны иметь чистую воду. И вот это очень важная вещь. Они получают возможность посещения из внешнего мира от своих семей. И у них есть срок, когда они должны уехать. Все это не относится к жителям Газа, которые уже 16 лет находятся в условиях незаконной осады. Люди, похоже, не понимают, что это значит. Я плыла на корабле с Кипра в Газу через израильскую морскую блокаду. Это единственный способ попасть в Газу. Они ловят рыбу в море. Газа – область моря, закрепленная в этом бесполезном международном законе. И моря, и их рыбаки. Рыбаки регулярно выбрасываются из воды, регулярно убиваются. Так что нет возможности ни войти, ни выйти. Здесь нет аэропорта, нет железнодорожной системы, нет автобусов, доставляющих их туда или сюда. Таким образом, определение концентрационного лагеря, помещения, в котором толпятся мужчины, женщины и дети в угнетающих условиях под воздействием внешней силы из-за их, и послушайте это, политических убеждений, религиозных убеждений, взглядов, этнической принадлежности. И тогда с ними обращаются сурово. Вот что испытали жители Газа и переживают сейчас. У нас есть евреи-сионисты, которые бомбят концлагерь. Поздравляем! Эти земли находились под влиянием евреев, христиан и мусульман в разные периоды истории. И в какой период эта земля была наиболее мирной и почему? Вы знаете несколько моментов в истории, над которыми стоит поразмыслить, когда мы рассматриваем возможность того, что в Иерусалиме будет мир. И это было первое, что я приведу, когда Амар Ра завоевал Иерусалим. Я приведу пример, когда Амар мир ему завоевал Иерусалим. С тех пор христиане-крестоносцы, истребившие всех евреев и всех людей, живших в Иерусалиме, когда они взяли его тысячу лет назад и раньше, и когда Амар мир ему прибыл туда, и он сказал, «Я не буду молиться в христианской церкви. Я буду молиться на улице, потому что это имеет право на существование. Это часть истории, и я не хочу, чтобы ее забирали после того, как я там помолюсь». И по сей день существует церковь Гроба Господня, одно из самых святых мест для христиан. А за углом – крошечная мечеть под названием Масджит Амар. Точно. Затем последовал период, когда евреи были фактически приняты обратно. Возвращение друга пророка Мухаммеда, мир ему и благословение Аллаха. Знаете ли вы об этом? Они приветствовали возвращение Субхан-Аллах. А потом пришли османы, и в течение 500 лет существовало процветающее общество трех конфессий Субхан-Аллах. Это возможно, но это невозможно с сионизмом, потому что они этого не хотят. Это не то, чего они хотят. Они хотят создать только еврейское государство, только еврейский Иерусалим. И они не хотят, чтобы там были христиане или мусульмане. И мы должны очень четко это понимать, потому что они ясно дают это понять. И я хочу спросить, испытывали ли вы какие-нибудь незабываемые события, которые вы… Когда вы были там, были ли там какие-либо незабываемые события, свидетелями которых вы стали? В Газе. Я была в Бейт-Хануне несколько лет назад, и я была в гостях у одной семьи, которая жила у колючей проволоки, фальшивой границы, которую установил израильский режим. И я… Это было похоже на гараж. Они фактически жили в гараже. Итак, как бы ни выглядел ваш гараж, умножьте это на три. Вот в каком гараже находилась эта семья из 12 человек. И мать представляла меня своим детям, и молодому Ясину. У него были ожоги от белого фосфора по всем ногам. Ужасно. Другой сын, 16 лет, у него был ужасный, знаете, свежий шрам от пули израильского снайпера, потому что он собирал мусор, чтобы продать его. И там была маленькая девочка, и она просто делала это. Она сказала, она не разговаривала со времен последней войны, у нее панцирь. Мы бы назвали это панцирным шоком или посттравматическим стрессовым расстройством. И это продолжалось, продолжалось и продолжалось. А потом прозвучал азан. В это время я была мусульманкой, это был 2012 год. Я зашла в дальнюю комнату и просто начала плакать. Я просто начала сильно плакать, а Аллах не может этого сделать. Аллах, я не знаю, что, пожалуйста, помоги им. И вошла мать и положила руку мне на плечо и сказала, Хабибти, почему ты плачешь? Я сказала, я плачу из-за тебя, я плачу, потому что я ненавижу это. Я ненавижу все это и ненавижу то, что я ничего не могу сделать. И я ненавижу, что тебе приходится так жить. И она сказала, не плачьте из-за нас. Мы так счастливы, потому что у нас есть Аллах, и мы знаем, что если мы будем непоколебимы, Он даст нам рай. Альхамдулилах. Как мусульмане, к сожалению, мы беспомощно наблюдаем за этими событиями у себя дома. Что бы вы ответили мусульманину, который спрашивает, что я могу сделать как отдельный человек? Поскольку лента новостей теперь заполнена сообщениями о смертях младенцев, обезглавленных израильскими ракетами. Крики матери, горе и смерть отцов, истекающие кровью на обочине дороги, потому что больше нет кроватей. Поскольку мы видим, как целые районы приходят в упадок. Дым наполняет воздух, люди плачут и бегут. Не теряйте надежды. Аллах с верующими. Мы помним, как пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал в известной битве, когда он был загнан на гору с несколькими своими последователями, и враг насмехался над ним и говорил, «Посмотри, сколько твоих знаменитых бойцов погибло, а также ваши друзья и родственники». И пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Скажи им, но вот в чем разница. Наши мертвые в Джанне — рай, а ваши в Джаханаме — аду». И далее все то, о чем Аллах говорит нам в священном Коране. «Не говорите, что шахиды мертвы, ибо поистине мы знаем, что они живы». И я видела это от братьев, которые напрямую сообщали мне о том, что шахид, которых они видели, своих друзей. Через семь лет после того, как они были похоронены свежими, как накануне, запах мускуса, исходящий от них. И братья и сестры в Аллахе, палестинцы видят ангелов в других войнах. Мне звонили друзья и говорили, «Сестра, как бы я хотела, чтобы ты была здесь?» Я говорю, «Почему вы хотите, чтобы я оказалась под бомбами?» «Я люблю тебя, но им нравится в Аллахе, потому что с Акина спустилась, и ангелы среди нас». Субхан Аллах, чудеса существуют. «Доверьтесь Аллаху и укрепите наши сердца. Сейчас не время для слез, это время для стойкости». В Аллахе, в словаре, рядом со словом «стойкий» должно стоять одно слово – «Палестина». Так что давайте вспомним и о брате в это время. Итак, что шайтан хочет, чтобы мы чувствовали себя безнадежными? Шайтан хочет, чтобы мы были такими? Нет, 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 нет. Это не ислам. Положите телефон. Подойдите к своему молитвенному коврику и сядьте там. Неважно, время это молитва или нет, и просто скажите. «Я Рахман, я Рахим, я Кудус, я Салам. Я Аллах, победа угнетенных людей, победа твоим рабам, победа ваших слуг. О, Аллах, благослови их всех, да благословит их Аллах. Совершите свой зикр, укрепите свое сердце с помощью зикра. Аллах проклинает угнетателей, Аллах благословит палестинцев победой. Аминь. Аллах, благослови их всех, да благослови их всех, да благослови их всех vocês. Субтитры создавал DimaTorzok